150-е. Юбилейное. Завод по производству лопастей для ветроустановок Вестас появился в регионе в первом квартале прошлого года, но уже вышел на серийное производство. Оно началось именно с выпуска 150-й лопасти. Все технологии освоены. 380 рабочих предприятий могут делать по одной лопасти в сутки. В этом году мы планируем произвести порядка 250 лопастей с дальнейшим увеличением количества. И что касается планов по самому производству, то производство, на котором мы с вами находимся, его достаточно, и оно, собственно говоря, спланировано для цели текущей программы, которая распространяется до 2024 года включительно. В добрый путь лопасти отправили губернатора Сергея Морозова и полпредпрезидента Приволжского федерального округа Игорь Комаров, поставив на ней свои росписи. Служить махина размером 12,5 тонн и длиной 62 метра будет в одном из ветропарков Астраханской области или Калмыкии. Туда ее доставят на земном транспорте и по воде. Проблем с логистикой на предприятии не возникает. Готовятся выходы на заграничные рынки. Также будет требоваться в рамках участия в конкурсе. Поэтому мы считаем, что данное предприятие, оно создало необходимый задел, и мы готовы как поставлять продукцию на внутренний рынок, так и на внешний рынок. Единственное в России производство компонентов ветрогенераторов создано в рамках специального инвестиционного контракта между компанией Вестас, Министерством промышленности и торговли России и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. Уникальные компетенции создают в Ульяновске устойчивую основу для программы поддержки возобновляемой энергетики до 2035 года. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова